Здесь стремление показать свое педагогическое видение сильнее стресса. Рост профессии невозможен без выхода из зоны комфорта. Вот почему испытания муниципального конкурса «Педагог года» – это всегда вызов. В первую очередь самому себе. Одно из заданий – урок. Казалось бы, что здесь непривычного для учителя, но не так все просто. Занятия конкурсанты проводят в незнакомых классах. Так, в корпусе лицея номер 7 на улице Шмидта свои навыки и умения демонстрировали учителя географии, иностранных языков и истории. Когда мы говорим «учитель», мы в первую очередь представляем урок. Мы представляем класс, детей на занятии. И именно в этом конкурсном испытании проявляются основные качества, в первую очередь, учителя. Тема урока соответствует календарному планированию в образовательном учреждении. А вот в каком именно классе проводить занятия педагоги могли выбрать самостоятельно. Название «Учитель года» претендует 12 человек. Конкурсанты уже прошли ряд испытаний, сейчас на середине пути. Урок – второй очный этап конкурса. Ранее прошла педагогическая мастерская, где конкурсанты заявили о своих профессиональных компетенциях. И теперь пришло время продемонстрировать умения на практике. На карте изображен город Мурманск. Вот у нас город Мурманск. Скажите, пожалуйста, почему порт в этом городе не замерзает? Из-за постоянных течений. Из-за постоянных течений. За каждым действием конкурсанта внимательно следят члены жюри. В его состав вошли педагоги с многолетним стажем, победители конкурса прошлых лет. Ни одна деталь не остается без внимания. Совсем скоро им предстоит сделать сложный выбор – определить, кто же из конкурсантов продолжит участие уже в финале. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.